Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Вначале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Обо всем этом и многом другом подробнее. Глава Нацбанка Дарин Драгуцан представил доклад по инфляции на среднесрочную перспективу, согласно которому Национальный банк Молдовы пересмотрел прогноз роста инфляции на 2015 год. Таким образом, она составит 5,8%, что на 1,2% больше по сравнению с прогнозом, опубликованным в октябре. Несмотря на ряд заявлений о девальвации национальной валюты, инфляция в декабре 2014 года была ниже, чем в предыдущем году. Темпы роста цен достигли 6,3% по сравнению с 4,8% в декабре 2013 года, заявил Драгуцану. Прогноз инфляции на 2016 год составит 6,1%. При этом ранее было объявлено, что рост потребительских цен не превысит 4,6%. Цифры статистики представил и генеральный инспектор от полиции. Глава ведомства Ион Бодрук на состоявшейся пресс-конференции представил подробный отчет о деятельности правоохранительных органов за 2014 год. Согласно озвученным данным, преступность в Молдове продолжает расти. При этом снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Подробности в следующем репортаже. В 2014 году в Молдове было совершено 38 755 преступлений, что на 10% больше, чем в 2013, заявил Ион Бодрук и уточнил, что рост показателей обусловлен увеличением незначительных нарушений преступлений средней тяжести. Так, число экономических нарушений выросло на 20%. Вдвое участились случаи насилия в семье. При этом показатель тяжких и особо тяжких преступлений снизился, отметил глава генерального инспектората полиции. Число убийств снизилось в 2014 году на 19,5%, со 195 до 157 случаев. Это первый значительный спад за последние пять лет. Материалы 122 уголовных дел переданы в прокуратуру. Остальные находятся в процессе расследования и сбора улик. Что касается дорожно-транспортных происшествий, то их в 2014 году произошло 2564. В результате 324 человека погибли и более 3000 получили травмы. Здесь Ион Бодрук отметил, что смертность на дорогах снизилась, а вот количество ДТП осталось прежним. В списке все также лидирует лихачество водителей и игнорирование ими пешеходов. Большая часть ДТП – это наезд на пешеходов. В 884 случая, что составляет 34% от общего числа. В результате 94 человека погибли и 833 получили травмы. Говорил глава Генерального инспектората полиции и о приоритетах подведомственных МВД структур, отметив их оснащение необходимым оборудованием и проверку сотрудников полиции на неподкупность. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в стране в рубрике «Короткой строкой». Бывший вице-председатель Кишиневской апелляционной палаты Георгий Крецу приговорен к двум годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела по дуре Домняской. Также он обязан выплатить семье Сарина Паччу материальный ущерб в размере около 2 миллионов леев. Приговор вынесен фалежским судом. Экс-судья признан виновным в убийстве по неосторожности бизнесмена во время охоты в заповеднике 23 декабря 2012 года. Крецу намерено протестовать решение суда в апелляционной палате Бельц. «Мы проголосуем за правительство Лянко, если станем частью правления», — об этом заявил лидер ЛП Михаил Гимпу после встречи с кандидатом в премьеры. «Я думаю, самым лучшим вариантом было бы сесть за слов переговоров и признать, что сформированное правительство нуждается в помощи проевропейского парламентского большинства ДПМ, ЛДПМ и ЛПС», — сказал главный либерал страны. Юрий Лянко выразил удовлетворение вчерашней встречи, заявив, что по большинству вопросов стороны пришли к общему знаменателю. Ожидается, что в ближайшее время подобные переговоры Лянко проведет с коммунистами. Игорь Дадон встретился с чрезвычайным полномочным послом Чехии в Молдове Иеромиром Квапиллом. В рамках дискуссии председатель ПСРМ проинформировал дипломата о позиции социалистов относительно формирования правящей коалиции в Молдове и заявил, что они не будут вести никаких переговоров с ЛДПМ, ДПМ и ЛПМ, потому что, по словам Дадона, разрешить сложившуюся политическую ситуацию в Молдове могут лишь досрочные парламентские выборы. В свою очередь Иерамир Квапилл поздравил социалистов с хорошими результатами на осенних выборах в парламент и заверил в том, что будет внимательно следить за событиями, происходящими в нашей стране. Представители Венецианской комиссии прибыли в Кишинев с двухдневным рабочим визитом по приглашению в Министерство юстиции. В рамках поездки европейские эксперты намерены обсудить с молдавскими чиновниками концепцию реформирования прокуратуры. Ожидается, что специалисты проведут встречи с действующим главой Минюста, депутатами, прокурорами, адвокатами и судьями Высшего Совета Магистратуры. Председатель ЛДПМ Влад Филат зарегистрировал в парламенте инициативу о внесении изменений в закон о местном публичном управлении. Либерал-демократ предлагает отложить до 2019 года положение о создании в Кишиневе районных советов и избрании их мэров. Согласно закону, они должны быть созданы после всеобщих местных выборов 2015 года. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, данная инициатива разработана во избежание подобной ситуации, поскольку действующее законодательство не предусматривает полномочий для этих структур. Валентина Булига больше не хочет занимать должность министра труда, соцзащиты и семьи. В интервью порталу Диски ДМД она заявила, что попросила руководство ДПМ оставить ее депутатом. «Я бы хотел остаться депутатом. Пять с половиной лет, которые я отработала в министерстве, считаю достаточными», – сказал исполняющий обязанности министра. Напомним, Валентина Булига была назначена на должность главы Минтруда в 2009 году. Молдова впервые поставила на рынок Бангладеш более 40 тонн яблок. Речь идет о таких сортах, как «Голден» и «Джона Голд», примерно по 20 тонн каждого. Это стало возможно благодаря проекту, финансируемому агентством США по международному развитию с целью поддержки местных сельхозпроизводителей. Как сообщается, отечественные яблоки пользовались большим спросом и за три дня их разобрали. Теперь речь идет о доставке еще 10 контейнеров. По словам бангладешских предпринимателей, всего в этом сезоне они могут получить до 100 контейнеров молдавских яблок. Первый Приднестровский телеканал разместил в социальных сетях промо-ролик о регионе. На кадрах видны города, террасы, рыбницы, дубасары, а также известнейшие достопримечательности Левобережья, Бендерская крепость, Кицканский плацдарм, памятник Суворову и даже Молдавская ГРС. Достаточно динамичный обзор туристических достопримечательностей региона уложился в двухминутном видео. К новостям культуры. Жить, думать, чувствовать, слюбить. Художественная выставка под таким названием сегодня открылась в столичном выставочном центре Брынкуш. Более 70 работ уже знаменитых и только начинающих художников представлены осуценители и знатоков изобразительного искусства. Среди гостей выставки была и наша съемочная группа. Жить, думать, чувствовать, любить. Именно эти строки из знаменитого стихотворения Бориса Пастернака вдохновили мастеров кисти на создание картин. Здесь представлены около 70 работ, как членов товарищества Март, так и приглашенных художников. Конечно, без их участия выставка была бы неполная. Зато теперь мы можем показать весь спектр изобразительного искусства Молдовы. Эта выставка – часть большого проекта «М-Арт. Русская ветвь изобразительного древа Молдовы». Она проходит уже 12-й год подряд и собирает немало гостей. Бориса хочет отдохнуть немножко душой и сердцем. И мне кажется, как раз литература, искусство и даже художник, художество работает в хорошее, скажем, успокоение для души, для себя. Посол России в Молдове Фарид Мухаммедшин не только отметил роль русских мастеров молдавской живописи, но и предложил молодым активным художникам проявить себя в творческом конкурсе на тему 70-летия Победы. Что же касается экспозиции членов товарищества «М-Арт», то работать она будет до 22 февраля. Продолжаем выпуск. Далее о событиях, происходивших сегодня за пределами нашей страны. Число жертв крушения самолета авиакомпании «Трансэйжия» в Тайбэе возросло до 32 человек. В авиакатастрофе выжили 15 пассажиров, еще 11 числятся пропавшими. Спасатели не исключают, что тела погибших могли быть унесены от места аварии течением реки. Минувшей ночью с помощью крана были подняты фрагменты фюзеляжа, в том числе носовая часть лайнера, в которой специалисты обнаружили тела двух пилотов и бортинженера. Двухмоторный самолет АТР-7600 совершал внутренний рейс из Тайбэя на архипелаг Динмэнь. В момент взлета из аэропорта лайнер потерял управление и рухнул в реку. На его борту находились 53 пассажира и 5 членов экипажа. До настоящего момента причины крушения неясны. Самолет эксплуатировался меньше года. Последнюю техническую проверку он проходил 26 января. О других событиях в мире в рубрике «Вокруг света». В редакции ежедневной бельгийской газеты «Хетлацтэньюз» поступило анонимное письмо с угрозами. В послании, в частности, отмечается, что представители террористической организации «Исламское государство» планируют отомстить Бельгии за антиисламскую позицию. И пообещали, что в стране повторится ситуация, которая ранее произошла во Франции. Имея в виду нападение на редакцию сатирического еженедельника «Шарле Бдо». В Японии в 66-й раз открылся снежный фестиваль Юки Мацури. Более 200 ледяных композиций и скульптур в виде копий церквей, светских сооружений, реальных людей и вымышленных персонажей, игрушек, героев кино и животных представлено на соцзрителей в городе Сапоро. Одними из наиболее впечатляющих творений стали ледяные копии храма Синь-Тянь в Тайбэе и Манильского кафедрального собора, а также композиция по мотивам саги «Звездные войны». Фестиваль проходит ежегодно с середины прошлого века, привлекая сотни тысяч туристов со всего мира. В этом году организаторы мероприятия ожидают более 2,5 миллионов посетителей. Далее, как всегда, информация от Национального банка Молдовы на завтра. Курс евро, приостановив свой рост, задерживается на отметке в 20 леев 81 бан. В то же время курс доллара, поднявшись на 5 банов, достигнет 18 леев 21 бана. А вот у украинской гривны зафиксировано грандиозное падение сразу на 37 банов. Итого, ее стоимость опустится до 76 банов. Румынский лей подешевеет всего на 1 бан, до 4 леев 71 бана. А вот российский рубль завтра без изменений – 27 банов. Таким был этот день. И напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на нашей странице в интернете rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды и вечерние вести наших российских коллег. Я же, Алиса Кайряк, на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин